В начале августа эшелон 115-го зенитного ракетного полка отправился в Страханские степи на полигон Российской Федерации «Ашелок». Перед брестскими военнослужащими стояли серьезные задачи государственной важности. Проинспектировать способность боевых расчетов, а также проверить и испытать зенитный ракетный комплекс, недавно переживший ремонт. Со всеми этими тремя задачами мы достойно справились. Наш комплекс отстрелял четыре ракеты, он пустил, все цели уничтожил. Наши все ракеты, которые прошли ремонт, тоже все стартовали, все поразили мишени. Наши расчеты в очередной раз подтвердили свою способность охранять наше мирное небо над головой. Надеюсь, что и в следующем году достойно выступим у себя на родине и представим нашу республику на международных соревнованиях. Учения такого масштаба проводятся раз в 10 лет. Участниками соревнований, кроме брестских зенитчиков, стали коллеги из 15-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется под Минском, охраняющая Беларусь на северных рубежах команда из Полоцка, также представители 120-й бригады и курсанты из военной академии. 150 зенитчиков из Бреста проделали огромную работу, начиная от погрузки техники, заканчивая боевыми стрельбами. Они успешно поразили все ракеты-мишени. Ощущение отпусков, очень впечатляюще все, захватывающе, когда земля трясется под ногами, ракеты летят вверх, с шумом очень сильным, аж сердце бьется сильнее, очень классно все, понравилось. И я рад, что попал сюда служить, в 115-й полк, защищая небо Бреста, я сам из Бреста. Я очень горд этим. Личный состав роты связи выполнял задачи в условиях повышенных температур, днем и ночью, обеспечивал связь как в полевом лагере, так и на боевых позициях. Вообще о подразделениях связи мало всегда говорят. И когда командир не может поставить задачу подчиненным, то, соответственно, после этого нет управления. Поэтому я доволен уверенной и слаженной работой своего личного состава. Личный состав из Бреста справился с боевыми задачами на отлично. На днях военнослужащих чествовали на большом праздничном концерте. Брестские зенитчики доказали, что в год малой родины, в предстоящее тысячелетие. Мирное небо над Брестом под надежной защитой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!